Мы начинаем наше очередное занятие и напомню, что на прошлых лекциях мы с вами разбирались с эстетическими взглядами современного архитектора и теоретико-искусства Рема Кулхаса. То есть выясняли актуальную для наших дней эстетическую проблематику, но делали преимущественно это на теоретическом уровне. В сегодняшней же лекции мы обратимся к архитектурному творчеству Кулхаса, дабы посмотреть, как он сам пытается конкретными решениями вырваться из запороченной петли тех проблем-ловушек, которые он критиковал в своих теоретических работах. То есть начиная с сегодняшней нашей лекции, наши занятия станут во многом проще для вашего восприятия, так как я буду показывать большое количество иллюстративного материала, это будут и фотографии построек, и проекты. И чаще всего эти материалы будут относиться к самым современным проектам архитектурного бюро Кулхаса, то есть тем проектам, о которых еще ничего не написано или почти ничего не написано. Многие из них, которые сегодня, например, мы посмотрим, они еще даже не полностью достроены. И таким образом мы будем с вами приобщаться к актуальной эстетической мысли, теперь уже на практическом уровне. И так как мы занимаемся с вами не искусствознанием, а философией искусства, я расположил этот материал не как это обычно принято в искусствоведческих анализах, когда исследуется творчество того или иного творца, применять биографический или, если угодно, хронологический принцип, а расположил эти постройки в логическом порядке, то есть в порядке различной эстетической проблематики. На прошлой нашей лекции мы исследовали с вами проблему большого или гигантизма, бигнос, как это называют, Кулхас, которая была заявлена РЭМом как одна из наиболее актуальных современных эстетических и даже шире социокультурных проблем наших дней. И делали мы это на примере анализа огромных торговых центров. Кулхас считает, что такие мутанты, как гигантские бесформенные моллы, выполняют функцию своего рода таких захватчиков в городской среде, ни с чем не считаются и, в общем-то, стремятся к тому, чтобы архитектуру собой заменить. Самое интересное в мысли Кулхаса относительно этих гигантских торговых центров то, что первое, он не считает, что они так уж необходимы потребителю, но отличный пример это самый гигантский молл, китайский молл, который я вам показывал, South China молл, который используется всего на 1%. Все никому даже не нужно. Второе интересное мысль Кулхаса относительно этих построек, то, что они возникли не как идеальная форма решения совместного сосуществования различных бутиков, а как как раз нечто прямо противоположное, абсолютная непродуманность. Они не являются, их форма, наиболее дешевым вариантом эффективного использования торговых площадей, а как раз наоборот, они возникли просто по чистой случайности, ибо никто этим вопросом серьезно не занимался. И подобные ситуации, которые возникают не по воле человеческой, а по воле технических средств и материалов, которые возникают постоянно и постоянно обновляются, а Рен Кулхас именует мусорное пространство. Мусорное пространство – это своего рода состояние энтропии всех социальных и культурных феноменов. Все, что не используется продуманным способом, все, что ежедневно не структурируется волей социума или, по крайней мере, мыслью специалистов в той или иной области знания, постепенно превращается в мусорное пространство. А избавление от угрозы мусорного пространства можно сравнить с дефрагментацией жесткого тиска. То есть, если используемые нами объекты выстроены в определенную эффективную логическую последовательность и хорошо работают, если они постоянно перепродумываются в свете возможного улучшения их эксплуатации, лишь тогда не наступает состояние мусорного пространства. Любое же накопление, абсолютно чего угодно, ускользающее от пристального внимания критической мысли, постепенно превращается в мусорное пространство, влекущее за собой и окружающее его феноменом. То есть, можно констатировать, что как в физической реальности, как в термодинамике, в реальности культуры нашей, судя по всему, действуют тоже принципы энтропии. Я приведу достаточно короткую и яркую цитату из Колхаса. Он писал, «У свалки нет автора, однако это пространство, но удивление, авторитарно». Эта цитата не случайно будет подобрана, может казаться, что... Ну и что, что он так сказал. На самом деле, это в принципе прямо противоположная точка зрения от типичного для большинства современных представителей искусства, да и культуры в целом, постмодернистского взгляда на вещи. Дело в том, что, судя по всему, мусорное пространство, в том виде, в котором его понимает Колхас, а не пространство свалки. Пространство свалки – это частный случай мусорного пространства. Для кого? Это изнанка демократических тенденций постмодернистского мышления. Равноправие любого мнения, любого эстетического решения, тотальное смешение любых культурных кодов воедино привели в итоге не к свободе, как это мыслилось, лидерами постмодернизма в 60-е и 70-е годы, а привели к свободе от свободы. И данный сложный феномен, в который я сейчас не полезу, ибо наша лекция, в общем-то, не об этом, я уже рассматривал в одной из своих лекций, она есть в интернет-сети, она называется «Миф свободы творчества». Вы ее можете найти, и там я как раз подробно анализирую, что свобода возможна только в условиях ограничений. И чем больше ограничений, тем больше свободы. Когда свобода абсолютная, это значит, что ее нет вообще. Это именно свобода от свободы. В чистом виде. И в данном случае можно сказать, что мусорное пространство предлагает нам не пространство абсолютной свободы в любых продуктах, в любых предложениях, в любых эстетических или философских системах. Она предлагает потенциальное все что угодно взамен воруе у нас актуальности. То есть на уровне актуальности она является личной. То есть это потенциальное все что угодно, которое не может быть актуализировано. На уровне актуальности это ничто. Это и есть эта самая свобода в качестве свободы от свободы. На эту тему, если интересно, есть совершенно потрясающее и очень лаконичное эссе у Джорджа Агамбена. Кстати, вот только что вышли две новые книги Агамбена. Если я успею их достаточно серьезно проработать, в конце курса я бы на них хотел остановиться, но в данный момент я их даже не имею в наличии. Я только их заказал в интернет-магазине. Я же ссылаюсь на эссе, которое относительно недавно выходило. Так что вы можете всегда к нему обратиться. Вообще Агамбен один из наиболее серьезных современных европейских философов и теоретиков культуры. Эссе посвящено как раз проблеме того, что предлагаемая сейчас нами возможность, что вы можете это делать, можете это, можете быть кем угодно, в общем-то ворует у нас самое важное, то, чего мы можем не делать. Именно выбор того, кем мы можем не быть, и определяет нас в отличие, согласно этому наследию. В общем-то он достаточно хорошо аргументирует свою точку зрения. И не слишком расходится самой в той версии относительно искусства, которую я предлагаю в своей видеолекции. Если же интересно мнение Волхаса относительно мусорного пространства, то его мысли представлены в одноименной лекции, в одноименной статье, которая входит в его толстенную книгу «СМЛХЛ». Как раз «Мусорное пространство» переведено на русский язык. Она достаточно популярная статья. Хотя, как мне кажется, она для Волхаса не слышно. Она не предлагает решения. А вот это мне в ней не очень нравится. Она скорее является криком добивающим русским. И поэтому я на ней останавливаться не буду. То, что я сейчас уже сказал о мусорном пространстве, является скорее моей точкой зрения, чем точкой зрения Волхаса. И как я уже сейчас только озвучил, для нас критика Волхаса интересна прежде всего тогда, когда он не только обозначает проблему, но предлагает и ее решение. Вот тогда это действительно по-настоящему интересно. И поэтому мы будем останавливаться не на тех, так скажем, о аспектах его критической деятельности, когда он осуждает тот или иной феномен. А на тех его аспектах творческой деятельности, когда он предлагает совершенно муниципальное решение для каких-то сложных, современных проблем. И так как последней проблемой, озвученной на наших лекциях, была проблема гигантских торговых центров, то, в общем-то, сегодня мы именно с этого и начнем. Напомню, что Волхас полагал, что эти гигантские торговые центры перестанут быть архитектурой ввиду того, что в архитектуре не был продуман ее потенциальный максимум. Можно ли решить каким-то образом эту проблему? Можно ли построить современный торговый центр, не испортив им городскую среду, более того, не испортив им самое сердце города? На этот вопрос мы сегодня и ответим на примере анализа одного архитектурного объекта, который строит архитектурное бюро Волхаса сейчас, именно в наше время. У меня был даже вчерашний объект. Однако, прежде чем мы начнем анализ этого торгового центра, я бы хотел внести одно уточнение относительно прошлой лекции. Я вам сказал, что Мега Белая дача является самым крупным торговым центром в Европе. На самом деле, она чуть-чуть уступает авиапарку. Как вы видите, разница крошечная, по меркам торговых площадей, в общем-то, ничтожная. Но, тем не менее, авиапарк больше. С одной стороны, это интересно, то есть именно Мега, потому что она представляет в наибольшей степени именно вот этот аморфный, никак между собой ничем не организованный кусок, просто купленный площади, который застроен, и в этом смысле является эталонным воплощением мысли Холхаса. С другой стороны, авиапарк тоже интересен, так как он, а он новее Меги, он построен в 14-м, по-моему, и до сих пор не полностью запущен, там еще рядом территория будет достраиваться, под парк. Дело в том, что он будет демонстрировать пророчество Холхаса, а, напомню, статьи Холхаса написаны в 90-е годы, задолго для этих центров, относительно того, что эти центры начнут экспансию города. Когда он пишет эту статью, они за городом находятся, или на окраинах городов. Авиапарк находится почти в центре. Это Сокол, Динамо. Интересно, что, по сути, он с собой занял все Хадынское поле. По сути, он занял все Хадынское поле, и более того, к нему еще метро пристроили. То есть, теперь и до него можно пешком, буквально за пару минут дать. Да-да, в городе еще не открыли. Его не открыли, но он уже будет городом. Речь идет о том, что он занимает одну из центральных позиций в нашем городе, и является первым, самым большим в Европе торговым центром. Я вам более того скажу, наш город в смысле этого самого Холхасовского мусорного пространства является просто эталонным воплощением. Потому что из десяти самых крупных торговых центров Европы пять находятся в Москве. Понимаете, пять не в России, а именно в Москве. Вот этот список. И причем первое и второе место заслуженно занимают эти самые белые дачи и авиапарки. Которые чуть ли не вдвое больше, чем Вестфилд, Стэнфорд-Сити в Лондоне. Два из них британских, два испанских, один в Вене, но нет нигде, чтобы в одном городе хотя бы два самых больших. А в Москве их пять. Понимаете, пять. Речь идет о торговой. Это именно торговая площадь? Нет, нет, нет. Только торговых площадей. Только торговых площадей. Ибо на Западе меряют ими, то есть эффективная площадь. Там, на самом деле, если всю площадь считать авиапарка, она чудовищная. Она приближается к уже азиатским городам, которые пятьсот, шестьсот тысяч квадратов. А в общем-то их ничего не ограничено. Самая-то страшная проблема, которую заявляет Кофас, они не ограничены ничем. Современные техники, современная архитектура позволяет такое строить в любых местах. Вот в чем-то. Они ограничены в земле? Они ограничены купленной площадью. Они не ограничены архитектурой. То есть если купить континент, то можно теоретически его застроить. Нет, как-то они ограничены в архитектуре. Прежде чем построить торговый центр, вся разрешительная документация согласовывается в Москве. Да, но это не ограничено. Извините, я сомневаюсь, что на этой площади построили бы 20-этажный мегамол, если не читать торговую... Они не строятся в высоту. Дело в том, что этим-то как раз они в архитектуре ограничены. Они строятся в ширину. И на площади, например, где строился китайский, вот этот южный китайский молд, в общем-то его можно было еще двое больше построить. Но, повторюсь, он часто используется на 1%. То есть он ограничен был просто потенциальными расчетами, насколько он будет востребован в ближайшие 30-40 лет. Но, так как они были ограничены постройке, когда, я уже приводил этот пример в прошлый раз, Брунолевский строил свой купол Санта-Мария-дель-Фьоро, он просто не мог ни на метр больше быть, он бы рухнул. Эти моллы в этом смысле не ограничены ничем. Они могут быть ограничены социальными условиями, экономическими. Они могут быть, наконец, общественность выступит против постройки слишком большого молла. Но они не ограничены самой технологией их строительства. Вот что появилось сейчас, чего не было ранее никогда. Потому что раньше архитектура до изобретения железобетона, до изобретения новых еще более совершенных, более легких материалов, всегда сталкивалась с ограничением внутри самого себя. И эта проблема не продумывалась. Теперь, в общем-то, она вылезла как самая-самая актуальная в архитектуре. И мы сегодня посмотрим, как архитектурная дрова Болхаса решает проблему именно многофункционального торгового центра, который именно сейчас, в данный момент, они строят в столице Дании, в Копенгагене, более того, в самом центре города, оттуда, откуда виден королевский дворец. Это досуговый центр Блокс. Как вы видите, не все так гнило в датском королевстве. Дания приглашает крупнейшее архитектурное бюро для постройки, для решения этой серьезнейшей задачи. Потому что гигантский мол строится прямо в сердце города. Он строится на набережной между двумя каналами. И оттуда виден весь центр Копенгагена, от королевской библиотеки до дворца. Здесь будет королевская библиотека, прямо в следующее здание. А вот туда будет дворец. Очень близко. Ну 15-20 минут ходьбы отсюда. Форма этого торгового центра, вот смотрите, она структурно воспроизводит на самом деле типичные для Северной Европы уровни крыш. Дома пристраивались один к другому, тем самым экономили стену, они становились еще и крепче, избегали выветривания, тепло сохранялось лучше. И вот эти разноуровневые крыши, типичные для датской столицы, они в общем-то здесь очень эффектно обыгрываются. Он не полез в столь яркие цвета, это уже слишком. Но в общем-то, уж скоро торговый центр, как считает Олхас, использует в своем существовании не столько архитектурные методы, сколько методы градостроительные при своей реализации, то почему бы им не обыграть городскую среду, не игнорировать ее и как бы строить город в городе, а наоборот обыграть городскую среду, чтобы он органично мог туда включиться. Кстати, напомню, что в английском языке эти мовы чаще всего именуются сити, то есть они даже называются городами. А есть там предложения для государства, чтобы он записывался чисто архитектурно, наверняка есть какие-то условия? Обычно объявляется грант, то есть такие проекты уже давным-давно не заказываются кому-то конкретно. Объявляется грант, на который различные архитектурные бюро предоставляют свои проекты, учреждается жюри из видных представителей архитекторов, причем с разных стран, чтобы не было какого-то пристрастного мнения, и выигрывает тот или иной проект. В данном случае архитектурное бюро Колхаса в последнее время достаточно часто выигрывает серьезные проекты. И, конечно, каждое бюро предлагает свое решение. Мы сегодня еще дойдем до этого вопроса. На самом деле, судя по всему, правительство Копенгагена не всегда заинтересовано именно в том, что новый объект будет вписан в центр города. То есть, если речь пойдет о Королевской библиотеке, которая непрямо противоположна, она просто ни с чем не сочетается. И это тоже подписано, это очень дорогой проект был в конце 90-х годов. Вот вы видите проект этого здания. Здание явно не маленькое. Я не видел цифр с потенциальной торговой площадью, они не объявлены. Более того, на уровне вот таких именно проектов очень много различных версий есть. Они незначительно отличаются, но они отличаются. Поэтому, что в итоге получится, то можно будет оценивать. Но, что здесь бросается в глаза? Здесь очень много консольных элементов. Вот, например. Что делают консольные элементы? Консольные элементы это свисающие элементы, которые не занимают площадь на земле, и под ними можно устроить зону отдыха, парк и так далее. Совершенно уникальное решение колхоза, на мой взгляд, заключается в том, что торговый центр вообще не ворует городскую среду. В принципе, если так посмотреть, то вы наверняка здесь сделаете колхоз, потому что первое, что мы наблюдаем, это просто увеличенная копия нашего гаража и надежная, как музей. Да, кстати, относительно гаража, правда, он не является именно архитектором его, он является со-архитектором гаража. Он с большим интересом относился к этому кафе, там было кафе времена года, до гаража. В общем-то, оно повторяло его форму, поэтому именно форма гаража не является авторской. Но то, что он сделал с гаражом, является как раз идеальным примером дефрагментации. Когда он заставляет мусорное пространство, ибо сейчас использовать это как ресторан с этими панно советскими было бы уже невозможно. Уничтожив три из них, осталось только панно 8 на одной из стен, которая полностью сохранена с советской эпохи. Дело в том, что оно напоминает мозаику в метро московском, от которого колхоз очень сильно фонотелся. То есть этот мозаик 8 он сохранил, поэтому она отсылает как бы к историзму, что там было это пространство, но оно полностью переработано, конечно. Но здесь это стекло, в отличие от сложных полимеров, которые используются в гараже. То есть гараж там, во-первых, однотонный полимер, а во-вторых, гараж все-таки не дает возможности паннофтикона, полного обзора Парка Горького, которое явно предполагается здесь. То есть здесь есть целый ряд совершенно уникальных решений, которые на первый взгляд не бросаются в глаза. То есть первое, что приходит в голову, ну вроде как обычный торговый центр, ну вроде бы какие-то находки есть. Но это не то, что вызовет у вас какой-то неописуемый восторг по типу собора Петра на время. Но именно это-то и не нужно колхозу. Он хочет не любому создать, он хочет создать такое пространство, которое будет казаться, что оно всегда здесь было. Вот в чем заключается его победа, в чем заключается его совершенно уникальный стиль. И если вы видите ультра-современную постройку в центре старинного города и вас ничего не корежит, то с большой долей вероятности можно предположить, что к этому приложил звуку космос. Но, конечно, по типу здесь отличить его можно. То есть то, что он борется с стилем, это скорее красивая фраза, а во-вторых, нужно это правильно понимать. Он не делает у него стат. Но, конечно, ему здорово. В этом я абсолютно с вами согласен. Не узнать здесь то, что это сделал Кофас, достаточно трудно. Обратите внимание на мелкие детали, которые как раз и покажут мастерство Полхозовского бюро. Основная торговая площадь этого центра занимает место над улицей. То есть это совершенно уникальное решение. То есть она нисколько не ворует пространство вообще. Более того, она объединяет две части. То есть набережную и, собственно, ту часть города, которая выходит на старинные постройки уже. Огромное количество террас, которые будут спланированы именно под места отдыха. Вот они. Эти террасы. Это все не крыши. Это все именно оборудованные площади позволяют полный обзор исторического центра Копенгагена так, как его больше ниоткуда посмотреть нельзя. Потому что там нет высотных домов. Они запрещены. А здесь относительно низкое пространство дает не просто возможность полюбоваться Копенгагеном, а то, что для Полхоза является принципиально важным, дает кучу этих возможностей. То есть каждая из террас дает свою уникальную точку зрения, которую не даст другая. И так как здание выдержано в эстетике деконструктивизма, от которой, сколько бы ни старался, Полхоз так и не избавился, он все-таки деконструктивист, каждый из его фасадов не повторяет другой. То есть все четыре фасада абсолютно различны, они осимметричны, они лишь отсылают друг к другу по принципу, как будто они с конструкторами сделаны. И для деконструктивизма еще важно, чтобы не было видно и ясно, где центральный вход. Здесь его действительно не видно. То есть все четыре равноправные и все четыре абсолютно различные. Это позволяет еще решить одну проблему. Дело в том, что Полхоз, так же, как и многие другие архитекторы, например, Либискинд, стремятся устранить из постройки сдачи. Ну, Либискинд для этого, например, избирает такие покрытия, которые со временем меняют цвет. То есть постройка находится постоянно в процессе. Полхоз играет с формами, то есть набранная таким образом конструкция позволяет с любой точки, с которой бы мы не наблюдали это здание, особенно перемещаясь вокруг него или проезжая его на автомобиле, оно как бы находится в процессе. Ибо каждый ракурс уникален, каждый ракурс дает свою совершенно фантастическую структуру, которая никак не повторяет любую другую. Более того, такое решение кажется абсолютно гениальным, как писал один из критиков, а правда другой постройки Полхоза, что они настолько просты в своих решениях, что кажется, что у них не может быть автор. И они настолько запоминающиеся, что их невозможно повторить так, чтобы сразу же не было понятно, что они украдены в городе. И здесь это действительно так, потому что заезжать на парковку проще всего именно с дороги. Значит, нужно именно на дороге его и поставить. Также это решает всю проблему с погрузкой и разгрузкой товаров. Внутри он достаточно глубоко уходит под землю, все это пространство занято под парковку, под погрузочно-разгрузочный отсек и склады. Все это спрятано, этого не видно, и это не занимает городской площади, ровно нисколько. Более того, в этом потрясающем месте, это самый центр Копенгагена, а самым некрасивым, что здесь только можно увидеть, было это многополосное шоссе, это проспект. Именно его и прячет центр Олхаса, который не только идеально вписывается в городскую среду, это стекло с немного зеркальным эффектом, и то есть здесь и днем, и ночью вы будете в отражениях видеть окружающее пространство, то есть ландшафт Копенгагена, а не приезжающие рядом никак не упорядоченные машины, которые, конечно, за их внешним видом никто не следит. Не повезет, и посмотрите, что тут некрасивее. Здесь ничего некрасивого не увидите. Прямо с той стороны мост через скала, который тоже скрывается, он не особо эстетичен, он сугубо функционален, но он скрывается этим помещением. А я вот жутко извиняюсь, я выходила, но я хотела сказать, что до этого слайда там видно, что машины приезжают, то есть он сделан как бы сквозной. Он сквозной, он над шоссе, он над шоссе. И самое удивительное в том, что для Олхаса вообще взгляд является одной из самых важных доминантов. Он позволяет этот торговый центр не только обеспечить энное количество торговых площадей, но теперь посмотреть на центр Копенгагена не на скамеечках, а вы понимаете, что там уже часто идёт. Это как бы, ну, вообще не юг. В общем-то, похоже на наш Петербург. То есть есть какие-то закрытые помещения, которые... То есть внутри этого торгового комплекса будет куча ресторанов, из которых открывается вид на исторические памятники Дании. Где можно просто посидеть за чашечкой кофе и оттуда посмотреть за центром Копенгагена, если вам не привезло свободу. Вот ещё один проект. Как вы видите, он чуть-чуть отличается. Исчезла вот та длинная консоль. И, в принципе, он сконструирован немножко иначе. То, что сейчас строится, больше на это похоже. И ещё одна интереснейшая деталь. Дело в том, что этот торговый центр будет предлагать совершенно уникальный экологически чистый аттракцион. Это катание на лодках, на которых можно спуститься прямо с цокольного этажа здания. Вы знаете, первая конструкция была более интересной, она была более воздушной, что ли? Здесь зато вы видите в значительно, в большей степени, отсылку к очень важному для Дании феномену. Это популярность такого бело-серого оттенка, здесь не совсем видно, кажется, что он белый, но на самом деле он бело-серый. И зелёного, такого бутылочка зелёного. И о том, что если вы обратите внимание в свой взгляд на ключевые дворцы Копенгагена, вы встретите именно эту серию цветов. Это серый и зелёный, и белый и зелёный. Понятно, что он не отыгрывает их на уровне фактуры, текстура стекла, конечно, иная, но корреспонденция очень и очень эффектная. Она позволяет связать воедино вот эти постройки, которые являются сердцем и святыми Копенгагена, и библиотеку, построенную напротив дворца, построенную также на канале, которая как раз воплощала собой идею создания чего-то абсолютно нового внутри северной столицы. Библиотека «Чёрный алмаз» была возведена в 1999 году, построена по проекту Джона Лассена и Мортена Шмидта, их архитектурного бюро. Это одна из крупнейших библиотек Европы. Это один из её филиалов, она не только здесь находится, есть и старое здание. Но вы видите, как связать вот это, то, что видно отлично из Колхасовского центра, и дворец, который чуть-чуть сместить взгляд влево, если мы стоим на крыше этого центра, и мы видим дворец. Как объединить это? Колхас как раз и находит это самое решение. Вот вы видите, отлично, чёрный алмаз, Колхасовский центр. Прошу обратить внимание, насколько он больше. То есть у меня нет данных, какой он по размеру. Наверное, он не такой, как авиапарк. Наверное, он меньше. Но опять же стоит вопрос, а нужен ли в Копенгагене авиапарк? Скорее всего, нет. Да он у нас до сих пор не занят. Он у нас-то никому не нужен. Там рыбки только в аквариуме лавают. И аквалангистами спускается, чтобы почистить и покормить. Стадион, кинотеатр, который тоже никто толком не ходит. Это куча свободных площадей. Нужно ли в самом сердце Копенгагена столь огромное пространство? Нет, не нужно. Но такая уникальная конструкция, которая, заметьте, она даже любую крышу обыгрывает в Копенгагене. То есть она настолько органично вписывается, что даже, повторюсь, трудно представить, что её там когда-то не было. Вот что уникальное он предлагает в качестве решений. Не какую-то форму в качестве визитной карточки своего стиля, а эффективность. То, насколько он может оживить, реанимировать этот старый город, чтобы там действительно всё не гнило, как писал Шекспир, чтобы оно было функционально. Если сейчас исторические памятники являются кормом для глаз туриста, это значит нужно, чтобы они функционировали, обеспечить этим самым туристам максимальные эффектные виды на этот Копенгаген, таким образом, чтобы они, во-первых, не использовали для этого вертолёт, чтобы это было доступно, во-вторых, не строя при этом какой-то сверхвысокий проект, сверхвысокое здание, которое бы испортило весь внешний вид, которое бы спрятало дворец. А здесь, то есть это предельная высота разрешённая, и, как вы видите, огромное количество зелёных террас, которые позволяют и скрыться от дождя с одной стороны, и скрыться от солнца, если оно излишне, и обеспечить круговой осмотр достопримечательностей центра Копенгагена, который абсолютно невозможен с земли. То есть вы будете видеть отдельные здания, но не городской ландшафт в целом. Отсюда можно городской ландшафт в целом посмотреть. То есть получается, что делает это здание? Оно дефрагментирует жёсткий диск. Оно заставляет это пространство работать на уровне функционального городского пространства. То есть получается, этот проект, это не проект архитектуры, как мы привыкли, что архитектура это здание. А это проект на уровне того, как добавление одного элемента позволяет по-новому заставить работать всё пространство. А вертолётные площадки? Вертолётные площадки не видно, хотя, может быть, она и предполагается. Я не знаю, они вообще разрешены в принципе. Да, там есть? Там может быть запрет по шуму в центре. А что там было на месте центра? Насколько я занимаю просто эту улицу, шоссе? Да, она занимает гораздо больше, чем я... Может, зеленый массив. Вот честно, не знаю. Точно была улица, потому что есть фотографии начала проекта, начала самой постройки. Что там было, не знаю. Так как это максимально близко к двум каналам, вполне возможно что-то связанное с водным транспортом. И у меня есть эксклюзивное фото. Оно сделано вчера. Так это выглядит сейчас на момент строительства. Уже виден цвет избранный, то есть он не поменяется. Уже видна окончательная версия конструкции. Хотя до окончания построек ещё очень далеко. Всё это будет озеленено. Здесь будет лодочная станция и так далее. То есть это ещё год как минимум строится будет. Вот. Я не знаю, насколько процесс внутри продвинутся. Но, что бы я хотел показать. Вы обратите внимание, насколько безупречно тона продвинута. Во-первых, под цвет воды. А во-вторых, сзади вы как раз видите типичные для Копенгагена башни вот этого зеленоватого оттенка. И он идеально сливается с ними. На мой взгляд, как-то больше серовато. Солнце не видно. Может быть, из-за того, что солнце не это и облачное. И смотрится на замесной, как бутылочный стекло. Дело в том, что это все претензии к проектору. У меня на компьютере оно абсолютно бутылочный стекло. Очень яркое. Просто проектор у нас очень блюдный. Поэтому... То есть это ярко-ярко насыщенного тона. Такого же тона, как внизу вода, которая здесь тоже яркая. Поверьте мне на слово. Таким образом, достаточно простыми жестами Волхосу удается решить целый ряд проблем не столько архитектуры, сколько возможностей функционирования в современном мире. Вот в чем дело. То есть, он не ставит задачи эстетические больше в том виде, в котором они ставились на протяжении, ну, по крайней мере, там, со времен возрождения эпохи. То есть, когда цель архитектора – возведение конструкции, он управляет формой. Здесь речь идет о том, что он должен управлять не только формой, он должен задавать тонок окружающему пространству. И это весьма, весьма интересно. К сожалению, в Москве таких проектов нет. То есть, в Москве нам бы такой торговый центр не помешал. Особенно место Золотого Валилова, которое почти в центре находится, на перспекте мира. Также входят в чудесный список 10 самых больших торговых центров Европы. Будет очень интересно, когда обнаружим цифры торговых площадей. Мне просто интересно, насколько он большой. То есть, если это уровня хотя бы Золотого Валилона, на вид он производит впечатление, что там 150 должно быть. 250 на вред, мне кажется. Общая, конечно, может быть, там очень глубоко в лесах. То есть, там паковка несколько уровневая. И склады внизу. Но сколько торговых площадей, пока не знают. Но, повторюсь, если это будет хотя бы приближаться к Золотому Валилону, это, конечно, гениальное решение. Все эти 10 известных самых больших торговых центров – это страшные аморфные конструкции, которые разрушают окружающую среду, о которых Колхас писал со всей своей иронией, используя не самые приличные выражения, что их подтекст – факт контекста. И в данном случае Колхас показал, как эту проблему элементарно можно решить. Решить другими средствами. То есть, что нужно суммировать в сегодняшней лекции? То, что современное искусство столкнулось совершенно с уникальной для себя ситуацией. Оно не может больше заниматься исключительно самоё себя или обслуживанием той или иной идеологии, как это было на протяжении веков. Оно должно предлагать совершенно уникальные решения в так называемой несуществующей позиции. То есть, нет такой позиции, как архитектор, социолог, культуролог, ту, которую занимает бюро Колхаса. Разрабатывая не только торговый центр, но и проводя социологические опросы, изучая историю места. И не только строя на данный момент, но занимаясь даже футурологией. Предполагая, как это здание может быть использовано, по крайней мере, в ближайшие 50-е. Что может появиться такого, чтобы с этим здание тоже было готово столкнуться. И, как я уже показывал, очень большой блок футурологических предположений Колхаса уже сбылся. Когда он предрекал эту помощь в 90-е годы. Так что, в общем-то, это интереснейшая фигура, которая говорит о том, что в современном мире, по большому счету, исчезает даже понятие классических профессий. То есть, востребован будет тот, кто займет позицию несуществующую, и она кажется эффективной. Потому что все сложившиеся уже в данном момент профессии, ввиду того, что они не перепродумывались на протяжении достаточно большого количества времени, а для современности 10 лет уже большого количества времени, они пережили пространство мусорное и, в общем-то, больше инфляционное. Ну, в общем-то, у меня на сегодня все. Если есть вопросы, то я могу постараться на них ответить. В ближайшие несколько лекций мы посмотрим целый блок новых построек бюро ОМА, в котором руководит Колхас. И я как раз буду давать их не архитектурный анализ, у меня нет архитектурного образования. Я не являюсь историком архитектуры, я веду эстетику. Мы рассмотрим их с сугубо с эстетической философской точки зрения, но именно эту позицию занимает сам Колхас в своих теоретических студиях. А это является лишь воплощением его теоретических решений. А Митрополис, он не входит, получается, в десятку? Значит, не входит. Снова историком. Его уже расширили? Дело в том, что я сегодня смотрел этот список специально, и то, что я вам дал, это новый список. Возможно, он приближается к этим десяти. А какая там торговая площадь? Мы можем просто сами это высчитать. Нет удара. Там был достаточно огромный. Просто из этого десятка, например, один из испанских торговых центров, он тоже состоит из двух. Из основного блока и пристроенного к нему нового блока. То есть там считается, если это парное строение. Поэтому я не знаю, насколько туда входит Митрополис наш. Ты который? На Балтийской? На Войпус. На Войпус. Ну, он вариант на Балтийской. Но он между Балтийской и Войпус. Балтийская это НЦК. Ну да, и Балтийская. И Балтийская там выходит прямо на НЦК. Да, да, да. Я не знаю его объем торговых площадей. Но, конечно, тоже постройка гигантская и тоже монстрообразная абсолютно. А мне кажется, что у архитекторов сейчас не стоит задача эстетики какой-то. У архитекторов стоит задача просто как можно больше вот этих вот торговых площадей. И в фасадной части, как правило, не на всех мы можем видеть торговых центрах, использовать интересные какие-то виды, согласовывать. Про это у нас уже была лекция. А здесь, кстати, хорошо, что напомнили, про это тоже хотел сказать. Прошу обратить внимание, здесь изначально все фасады сделаны из полупрозрачного или полностью прозрачного материала. Что исключает возможность использования растяжек. Изначально задумано так, чтобы никто не покусился на то, чтобы закрыть этот вид. По крайней мере, если растяжки вдруг и появятся, я не знаю, насколько к ним относится добродушно правительство Копенгарина, но если они появятся, они будут незначительными. Там, где это просто закрытые щитами фасады, по сути отсутствие фасада, естественно, вместо фасада их выступают растяжки тех брендов, которые занимают эти торговые площади. В таком случае даже уже нельзя сказать, что это вообще здание. То, что находится в стадии постоянного метаморфизма. То есть сменилась вся аренда, сменилась растяжка, которая занимала весь фасад. По сути, здание поменялось полностью. Ну, наверное, там это будет как-то обработано аккуратно. Я думаю, что здесь вообще не будет растяжки. Я тоже думаю, что на самом здании не будет. Это будет как-то отдельная стоящая стела, которая будет показывать интерактивно. Дело в том, что это самый центр исторической столицы. Заметьте, у нас на гуме, в верхних торговых рядах гигантских растяжек нет. А вообще ничего нет? Невозможно. Это абсолютно невозможно. И здесь, естественно, это тоже будет, скорее всего, невозможно. Я бы смотрел, у метрологов, видимо, приближается к Платону. У него торговых площадей общая сложность получается около 150. Значит, это очень близко. Очень близко, потому что я вам скажу, какой был первый. Десятое место, это мегатеплый стан, 158 тысяч квадратных метров. То есть это или 11, или близко к этому. Так что вот еще один гигант, пожалуйста, в нашей столице. Это просто нашествие их именно на Москву. Ни одного другого города в Европе, где их было столько много, просто не существует. При этом у него довольно... То есть общая площадь старого... Лишь старой части, это 209 тысяч. При этом у старого только полезной по торговой площади 82 тысяч всего. Угу. Все, у меня слышали дальше. Ну что, тогда до следующей лекции. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok